Выгорецкая обитель – крупный старообрядческий беспоповский центр Поморского Согласия, созданный в 1694 году на Русском Севере на территории Абонежской Пятины. В дальнейшем – Выгорецкий старообрядческий монастырь Волонецкой губернии. Территория Выгорецкой обители является местом паломничества старообрядцев из разных стран. История – полное название – Всепречестная и Богоспасаемая Кеновия Отец и Братья Всемилостивого Спаса Господа и Бога нашего Иисуса Христа Бога явления. Обитель считалась в среде старообрядцев преемницей Соловецкого монастыря, открыто выступившего против церковной реформы патриарха Никона и восемь лет выдерживавшего осаду царских войск. Начало обители было положено в октябре 1684 года на небольшом острове озера Сарозера вблизи Онежского озера, где жили диакон из Соловецкого монастыря Игнатий и его последователи. Бывший диакон Шунингесского погоста Даниил Викулин, Петр Прокопьев, Емелиан Повенецкий, Мирянин Андрей Денисов и местные жители. В 1694 году было выбрано новое место для обители на реке Выг, где жили выходцы из Соловецкого монастыря, старцы Германа Геннадий Кочаловы, Захарий Дравнин, Инокий Кирилл Сунариецкий, Виталий Московский, Корнилий Выговский и другие. Позднее осенью 1694 года построили столовую, где происходили моления «Хлебню Ригу», «Две кельи». Вдохновителем строительства был Андрей Денисов, а духовным руководителем – священной ног Павнутий Соловецкий, первый настоятель обители. Первоначальное число участников общежития составляло 40 человек, в 1698 году число выговских насельников уже достигало 2000 человек. Постепенно жизнь пустыни стала организовываться по монастырскому чину, следуя заложенному с самого начала общежительства принципу раздельного проживания мужчин и женщин. Поселение было обнесено оградой и разделено стеной на две половины – мужскую и женскую. В 1702 году Павнутий Соловецкий ушел с выгой и настоятелем обители был избран Андрей Денисов. Устройство пустыни базировалось на ряде уставов, которые по своей сути являются правилами строго аскетической монашеской жизни в соответствии с древнерусскими иноческими образцами. Профессором П. Смирновым и Е. Барсовым в свое время были отчасти напечатаны, отчасти пересказаны эти уставы, правила и чиноустроения в Иговской пустыне. И если их сопоставить с уставами древнерусских монастырей, то заметна схожесть и прежде всего с уставом Иосифа Володского монастыря. В 1702 году старообрядцы получили от царя Петра первого права отправлять службы по старым книгам и ряд экономических льгот. Одновременно монахи обители были приписаны Колонецким горным заводам. В 1706 году в 20 верстах от Богоявленской обители, стоявшей на реке Вык, построили женскую, крестовоздвиженскую на реке Лекси. Первой настоятельницей стала мать Феврония. К 1720 годам обитель превратилась в экономически процветающую, крупную общину, окруженную многочисленными скитами, спашенными дворами, административно подчинявшимися Выговскому собору. В обители действовали предприятия по выплавке меди, производству кирпичей досок, выделке кож, выгонке смолы и дегтя. Община имела несколько хлебных пристаний на Онежском озере, мельница, несколько озерных судов. О суммах оборотов Выговской общины при Андрее Денисове неизвестно, но известно, что в первой трети XIX века, уже в период ослабления хозяйственной мощи Выга, чистый доход общины превышал 200 тысяч рублей. Значительная сумма по тем временам. В обители действовали библиотека, школы иконописания и грамоты, мастерская литья медных икон. Но постепенно происходило обмерщение общины вследствие активной предпринимательской деятельности, что привело в 1737 году к внутреннему расколу. Когда обитель покинули радикально настроенные староверы во главе со старцем Филиппом, в период 1720-1820 годов, время лояльного отношения властей к старобрядцам, нацарствование Николая I ознаменовалось карательными мерами и жесточайшими репрессиями по отношению к старобрядцам, в том числе и для ослабления их экономической мощи. В 1837 году правительственной командой по указу Николая I были запечатаны часовни обители. В выгорицком общежительстве было разрешено селиться только престарелым и дряхлым, не могущим трудами своими снизкивать себе пропитание. Также правительство запретило переселяться в выгориц людям из других губерний. В 1848 году экспроприированы земельные владения, а позднее стали выселяться и обитатели общины. В 1855 году при Николае I обитель прекратила свое существование. В начале XXI века на одном из соборов Поморского Согласия было решено произвести работы по благоустройству памятного места. Работы по восстановлению христианской жизни на месте бывшего Выговского Данилова мужского монастыря в деревне Данилова начались в 2010 году. На территории бывшей выгорицкой обители началось благоустройство монастырского кладбища установленной поклонной кресты. Осенью 2014 года была освящена часовня во имя пророка Ильи и преподобных Зосимой Саватия. Куратором выговского общежительства от Российского совета ДПЦ был назначен представитель Невской старообрядческой общины Санкт-Петербурга ДПЦ Михаил Евгений Вежьюшко. В ноябре 2014 года в Долговпилсе состоялась религиозно-научная конференция 320-летия выговского общежительства и современные проблемы староверия. К осени 2015 года усилиями Невской общины в этой местности приобретено два участка земли, на одном из которых был построен дом, приют старовера, под кровлей которого могут разместиться паломники, а также возведен поклонный крест. Такой стоял когда-то за монастырской оградой, кинове архивы Говской обители, Даниил Викулин, Андрей Денисович Мышецкий, Симеон Денисович Мышецкий, Иван Филиппов, Трифон Петров, Никифор Семенов, Алексей Тимофеевич, Киселев, Андрей Борисов, Архив Дементьев, Кирилл Михайлов, Петр Иванов, Федор Петрович Бабушкин, Стефан Иванович.